Слава Украине и привет всем от Полонского, жителям запоребриковой цивилизации, Витстепана Андреевича Бандеры. Друзья мои, случилось то, что должно было случиться. Россию выставили как паршивого кота из Организации Объединенных Наций, а именно из Совета ООН по правам человека. И самой ООН, к сожалению, пока что Россию не выставили, хотя стоило бы, ей нечего делать. Это паршивое государство, если можно его так назвать, хотя это не государство. Россия это террористическое образование, так называемое террораша, которое опаскудило свое имя, которое не имеет права на существование в том виде, в котором оно существует сейчас, и уж точно не имеет права на существование в цивилизованной семье цивилизованных народов. Эти бандиты, и этим бандитам место на свалке истории исключительно. Так вот, Генассамблея ООН, это не что-нибудь, это не решение какого-то там одного чиновника, двух чиновников, или 15 чиновников, нет, конечно же. Это решение Генеральной Ассамблеи ООН, которое постановило, Россия пошла в ООН, пошла в ООН из организации ООН, из Совета ООН по правам человека. О каких правах вообще человека можно говорить в стране, которая занимается массовыми убийствами в Украине. Причем, ну, что-то российские представители пытались пищать в ответ, что-то они там вякали, что-то они там попукивали, что-то они там триндели. Вы знаете, их больше никто не слушает, их больше вообще никто не слушает, просто потому что, знаете, единожды соврав, ты просто теряешь доверие. А Россия лжет беспрерывно. Из их пасти, по-другому не скажешь, изрыгается одна ложь или проклятие по выбору, кому что нравится. Вспомним, чего стоили их заявления о том, что они не нападут на Украину. Помните? Их было очень много. И тому подобные вещи. Они лгут, убивают, лгут, убивают. Убивают, лгут. Выбирайте нужное. Все, больше ничего они не делают. Соответственно, Генеральная Ассамблея ООН дала достойную оценку действиям лживого недогосударства России. Слава Украине!